Улица Светлая в Пятихатках теперь действительно стала светлой. В конце декабря здесь по поручению главы Анапы был реализован один из масштабных проектов – монтаж линии уличного освещения. Работа велась, как говорится, с нуля. Была установлена новая трансформаторная подстанция на 160 кВт, различные приборы учета, установлены 64 железнобетонных опоры с фонарями. На монтаж ушло порядка двух месяцев. Здесь земли отведены многодетным. Для них были построены вот эти воздушные линии, освещение, установлена новая трансформаторная подстанция, ПКУ, ну то есть техническая часть. То есть водопровод проведен здесь, здесь сделано, ну для улучшения материальных благ. Роман Боровинский – житель улицы Светлая. Приехал пять лет назад с Дальнего Востока. Сделать освещение пытались своими силами. Впечатление – это работа отличная. Честно говоря, не ждали в свое время, сами скиндывались и сами вешали. И освещение, чтобы дети бегали в темноте тут. Так что были рады, что освещение появилось. Освещение сельских улиц в числе приоритетных задач. Две бригады ремонтников работают в селе Цибанобалка. Не по техническому заданию, а по визуальному осмотру. Где не горит фонарь, там и производится ремонт. Масштабы впечатляют. Только за один день здесь поменяли порядка сотни ламп. Источники света – энергосберегающие. Работать могут в любую погоду. Срок службы – 11-12 тысяч часов. Это примерно три года эксплуатации. Прошлые лампы, которые стояли, использовались в данных светильниках, они немножко не экологические. Внутри в них ртуть. Мы их меняем на более нового образца. Там уже стоят светодиоды, которые не причиняют вреда. Относительно окружающей среде. У них свечение намного ярче, лучше. Светопоток у них больше, чем у старых ламп. Ну и они экономичнее. После Приморского сельского округа энергетики займутся виноградным сельским округом. Параллельно ведется текущий ремонт освещения на четырех федеральных трассах Анапского района. Руслан Душевский. Анапа. Регион.